Третья часть, Ecclesia Semper Reformando Слава Богу, пишите вы в эфире Да, и здесь тоже прямой эфир начался Слава Богу, все хорошо Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому Приветствую всех, всех друзей церковной реформации Приветствую всех братьев, сестер Кто подключился, подключается Так, вот включился здесь теперь Так, идет трансляция на Фейсбуке Идет трансляция на Ютубе Всех приветствую, сейчас братьев, сестер Уже есть подключившиеся, слава Богу Да, вот третья часть сейчас, 18.00 по киевскому времени Приветствую всех из Киева С нашей киевской архиепископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Вот, и этот семинар я назвал Экклезия Сэмпер Реформанда Церковь непрестанно реформируется Слова, которые приписывают Киприану Карфагенскому И другим многим отцам Древней Церкви Действительно, я говорил о реформации и деформации Церкви Божьей Вот, и сам этот семинар я посвящаю памяти Александра Веденского Митрополит Александр Веденский Один из первопроходцев православной реформации Обновленческого движения Сто лет назад он один из тех первых, кто поднимал знамя реформации в православии В русскоязычном мире православном И сегодня в календаре его память В нашем календаре обозначена память Потому что 26 июля 1946 года он скончался Да, день его смерти у нас тоже обозначен как день памяти этого человека Интересного очень человека, мужа Божьего Он, знаете ли, был один из первопроходцев И, ой, я представляю, мне так тяжело Вообще порой очень тяжело на самом деле Мое служение это очень непростое специфическое служение Реформаторское такое евангельское православное служение Для православных, чтобы действительно не стали христианами Да и для всех христиан Потому что многие протестантские верующие, католические верующие Тоже сегодня прекрасно понимают, что реформация это на самом деле то, что нужно всем нам А деформация это то, что нам не надо То, что нам не нужно Вот, и сам Александр Веденский Немного о нем пару слов скажу Значит, родом с Белоруссии он С Витебска В общем-то в Белоруссии и начинал свое служение Православное Еще до революции, получается Больше ста лет тому назад Начинал свое служение Вот, и Это Из еврейской семьи Выкресты Ну, это те, кто принимали православие Вот, и знаете ли, интеллигентный человек Высокообразованный На самом деле Полиглот и Большой умница На самом деле, много он знал, много умел И призвание свое нашел именно в православии Дмитрий приветствует Мир вам Шалом, брат Дмитрий Мир Божий вам Вот, и Кстати, многие деятели реформации Тогда, сто лет назад В православии Первопроходцы обновленческого движения Тоже имели вот еврейские корни Интересно Очень так вот Бог привел Своих детей Вот именно для Такой работы Очень непростой И меня вот призвал Тоже к такому служению По отцу я еврей По матери татарин Бог призвал быть вот Православным Русским священником Священнослужителем Слава Богу В русской православной церкви Я начинал свое служение Больше 30 лет назад Это произошло Чтецом И по диаконам Потом диаконом Потом с 91 года Еще в СССР Уже священником служил Последние месяцы Советского Союза И в общем-то До 96 года Я служил В традиционном православии Ортодоксальном Можно так выразиться Православии В ортодоксальной форме Самой И я в общем-то Впитал в себя тогда Многие такие К сожалению Непагубные ереси Учения И по милости Господней Из этого болота Вышел я В 96 году Да В 96 году Господь помиловал меня Библия вернулась В мою жизнь В мою судьбу И некоторые священники Меня спрашивали И те, кто знал меня раньше И те, кто меня раньше не знал Так получалось Спрашивали Вот как ты дошел До жизни такой Вот как вот Стал общаться с протестантами Вышел из традиционного Такого Канонического Православия Вот сейчас Такую реформаторскую Деятельность ведешь Значит Как дошел до жизни такой Я говорю Знаете ли Ну Одним словом сказать Если честно Одним словом сказать То это будет Слово Библия Можно в двух словах сказать Слово Божье Ну Можно и в больших словах Конечно Рассказать В больших словах Я попытался тоже Рассказать Давно уже Написал такое свидетельство Еще в 2003 Или 2004 годах В 2003 году Написал такое свидетельство Назвал я его Мой путь К живому Богу Можете в интернете набрать Значит И Почитать Скачать Себе Посмотреть И есть Видео На ютубе На канале ютуба На моем сайте Вот На моей странице Бишоп Журавлев Есть Значит Мое свидетельство Оно там Среди Оно первое Самое там даже Вот Среди Написано Популярное видео И там самое первое Из всех популярных Самое популярное Это мое свидетельство Оно так называется Мой путь К живому Богу Свидетельство Христианина Я так назвал Вот И В общем-то Сейчас я Работаю над Книгой Более подробные Свидетельства С Подробностями С деталями Вот С откровениями Переживаниями Многими Со словом От Господа Я подробно Описываю Многие вещи И название Я в черновике Тоже Так вот Написал Мой путь К живому Богу Но я понимал Изначально Что Для этой книги Название Будет иное Но я не знал Какое Я молился Еще весной Здесь же В Киеве Молился весной Ранней весной И знаете Пришло На ум Само собой Это название После молитвы Пришло название Я значит Ну не знаю Это не было голосом Это не было Громом с неба Но это было Настолько Четко И ясно В сердце Что Я чуть не Ахнул Ну честно говоря Я ахнул Даже Вот И знаете Я глубоко Убежден Стопроцентно Был тогда Да и сейчас Я понимаю Что это было От Бога На самом деле Название Название От Бога Для этой книги Вот я Ее Еще дописываю Но пишу Еще Работу над ней Но название Уже есть На На еврите На еврейском языке На нашем Старом Добром Еврите Из книги Книг В Библии В книге В книге Всех книг Как я говорю Есть Песни Всех песней Да Это песни Любви И в этой книге Всех книг В песне Песней Есть Стих Всех стихов В котором Мудрость Всей мудрости Этот стих Звучит так Они Ле Доди Ведоди Ли Переводчики Перевели Синодальное Таким образом Я Принадлежу Моему Возлюбленному Возлюбленный Мой Мне Я Ему Принадлежу Он Принадлежит Мне Вот И вот это Я честно говоря Сам бы Ну не додумался бы Вот так вот Назвать Книгу Честно говоря Ну не знаю Харизма не хватило бы Наверное бы И ни ума И фантазии Так вот назвать Интересно Даже для названия книги Как-то Немного так Поначалу мне это казалось Чудно и странно Но С самого начала же Понимание Что так оно и должно быть Потому что Сама идея Этого свидетельства Именно то Что я ему принадлежу А он мне принадлежит Мы одно Одно целое И В этом Счастье христианина В этом Жизнь наша Самое большое таинство Христос в нас Упование славы И реформация Это во Христе В первой части еще В первой части Был вопрос Давидом Задан Пишет Анатолий брат Пусть Господь поможет В написании Благословит Помазание Мудростью Небесным Земным обеспечением Аминь Аминь брат Аминь Слава Богу Принимаю Бог благоставляет Действительно И Молитесь тоже Друзья об этом Да И Там где есть недостаток Какой-то Там недостаток молитв Точно Или отсутствованных Вот И Это понимание У меня четко и четко Есть Как Яков пишет Не получайте Потому что не просите Но я прошу на добро И благодарю Бога За все И знаете друзья Семинарсом Назвав Вот таким образом Что церковь Всегда реформируется Вот Если не реформируется То деформируется Или реформанда Или деформанда Или реформация Или деформация Одно из двух И В жизни верующего человека Настоящего верующего Евангельского Библейского верующего Должна быть именно Реформация Реформация Постоянное Движение В нем Вот И это на уровне И каждого человека Индивидуальном Вот И на уровне Общин Церквей Синагог Это и на уровне Всего тела Машеха Всего тела Христа Вот Я проповедую много В разных конфессиях Я проповедую И в мессианских Синагогах В мессихитских Мечетях В христианских Церквях В разных Я проповедую Во всех собраниях Где Иисуса Как Христа Сына Бога Живаго Проставляют И хвалят И Сам я везде Свидетельствую О живом Спасителе Иисусе Христе Вот И знаете Для меня Всегда Скажу Истина одна Истина Это сам Христос Истина во Христе Истина в Иисусе Слава Богу И реформация Действительно В нем От всякой шелухи Избавления Роман Пишет еще И вдруг Витаю вас Дякую Дякую Браты Пастор Сергий Хай благословит Благословит Господь За благо За благо Дило Аллилуйя Я кстати читаю Святая Евангелие Украинской мовою Вот Я завидую По-хорошему Белой завистью Завидую тем Кто Володил Украинской мовою И Не тільки Володи Але Мыслит На украинском И Может И Говорит И проповедовать Я проповедовал На украинском языке Украинской мовою Проповедовал Во сне В 97 году Когда приехал Только в Украину В 97 Приехал Украина Стала моей второй родиной Моя первая родина Россия Где родился И вырос И жил До 97 года Я себе даже представить не мог Что я могу жить Где-то помимо России Но в Белоруссии Еще более-менее Я там бывал Как бы И как бы У меня много друзей В Белоруссии Но А приехал В Украину И Бог привел сюда И Знаете что меня убедило Что я здесь В Украине Не проездом Не просто в гостях А знаете что убедило Сон Видел сон И в этом сне Я проповедовал Украинской мовою Огромному собранию Этот сон запомнился На всю жизнь Я думаю Потрясающий сон Я проснулся От того что я говорю Сам украинские слова Язык может верить Так как никто Не шевелился Никогда раньше Потрясающе Аллилуйя Слава Богу И Дамы и господа Братья и сестры Конечно Дело реформации Это Очень важно Почему Потому что Действительно Бог хочет Чтобы все люди Спаслись И достигли Познания истины Первое Что Бог хочет Чтобы все спаслись И Второе Достигли Познания истины То есть Первое Спасение Спасение Во Христе Иисусе Господе Нашем Чтобы каждый Человек На этой земле На этой планете Принял Этот Дар Божий Жизнь вечную Бесконечную Счастливую Пресчастливую Дар Подарок Бога Жизнь вечная Во Христе Иисусе Господе Нашем Вот А второе Желание Страстное Желание Бога Нашего Чтобы те Кто приняли Эту жизнь Вечную Спасение Во Христе Дар его Приняли Чтобы они Достигли Познания Истины В меру Полного Возраста Христова Это потрясающе И вот И в первой В первой части Я не знаю Сейчас смотрит Давид или нет Если не в прямом эфире Если в прямом эфире То маякните Давид о себе Вот если нет То тогда уже в записи Наверное Посмотрит брат Давид Написал в первой части Вопрос такой По поводу Духовного роста Знаете ли Наш духовный рост Это опять таки Это сам Иисус Христос Это мера Полного возраста Христа Это безмерная мера Это безмерная мера И примеры приводил Хотел купить огурчики Но думаю Что к шабату Завтра пятница Как раз Вечером буду делать Трансляцию Эра шабата Начало субботнего дня Господнего И я Прибираю здесь Вытираю пыль Везде Протираю все Готовлюсь Закупаю продукты И готовлю Шабатний Суп Какой-нибудь Вот Учусь Коль Сейчас вот так Получилось Я сейчас Один Супруга С детьми Сейчас в России Я сейчас Здесь один Пока в Киеве И знаете Сам готовлю Сам все Стираю Готовлю И так интересно Приготовляю Потом Ставлю сюда Покупаю свечи Вот я уже Еще купил свечей На шабат Зажигаю свечи И включаю Либо музыку Либо сам пою Вот значит И в общем-то Подключаюсь В прямом эфире РФ Шабат Завтра буду Подключаться Вечером А кстати А после завтра В саму субботу На сам шабат Я буду проповедовать Здесь неподалеку Возле станции Метро Черниговская Только с другой стороны На Попудренко Там объявления На страницах Уже есть Уже объявления В блоге моем Архиепископ Сергей Журавлев Блог Архиепископ Сергей Журавлев Значит Там информация Вся подробная Уже есть уже И о служении В нашей архиепископии И в гостях Где я буду Церковь Церковь Найсвятишая Святыня Значит Здесь церковь В мессианской общине Буду проводить семинар Тоже Киевской Иврейской Мессианской общине В понедельник Кстати да В понедельник вечером Приглашаю Вот А в пятницу вечером Буду здесь Но в пятницу вечером Если вы свободны Вы можете И вы в Киеве То рекомендую Нажмаченко 20 Подойти Старший раввин Киевской Еврейской Мессианской общины Будет проводить семинар Это потрясающий Семинар Он очень мудрый человек И очень начитанный человек И Бог дал ему Хорошие темы Вот как раз Тема будет О храме О храме О трагедии 9 ава Хотя 9 ава Уже прошло Уже казалось бы Но тема очень актуальна И он будет ее раскрывать В пятницу вечером На семинаре Ну а я буду здесь Шабатствовать Так Хорошо И дамы и господа Я значит Хотел упомянуть Многих Конечно реформаторов Многих обновленцев 20-х годов Но наверное Это я оставлю на потом Потому что Как бы Не хочется так Голупом по Европам Значит Хочется поподробнее Но семинары Роман пишет Когда планируете Во Львов Миста Лева Просто обожаю Львов Киев и Львов Моих два любимых Самых города Киев и Львов Ну Киев конечно Киев это да Я к тебе Нелюбит Киевами Я Киев обожаю Молюсь Вот Люблю гулять по Киеву Люблю молиться В городе Вот И здесь вот Парк Киота Вот из окна Прямо виден Значит От метро Черниговского До лесовой Я вот гуляю А со Львова Будут на соборе гости В столице Чё ж да Значит И будут гости Со Львова Значит И 19 августа Будет собор у нас Здесь Воскресенье После 19 августа В конце Августа И начало сентября Даст Бог Я буду Во Львове И В Карпатах И даст Бог Еще и в Закарпатии Даже Вот Туда на самый запад Буду ехать Вот Ну Во Львов точно По крайней мере Туда в Закарпатии Еще под вопросом Еще Значит Надо еще списываться С братьями Созваниваться А значит А во Львов Это 100% Вот И во Львов И еще Хочу В этот Ивано-Франкивск Да И еще Тернопольская область Еще Тернопольская область Еще Вот Слава Богу Буду Хочу проведать Еще нашего брата Возлюбленного Отца Павла Значит Епископа Павла Нашего Хочу проведать Он сам на собор Не знаю Сможет Не знаю Не сможет быть Вот Но к нему Надо по-любому приехать Вот Кстати Он мне Передал здесь Через Новую Пошту Пересла мне Вот Ну это Из-под майонеза Банка сама Но это мед Тернопольский Настоящий тернопольский мед Спасики Да Так что Вот Такие гостинцы Так что медок тернопольский Кушаю Ай Слава Богу За Нашего Руслана Хрицева За нашего Епископа Павла Вот Слава Богу И Друзья Дело реформации Это действительно Божье дело В прошлом году В семнадцатом году В Украине Даже отмечалось Это как Ну Такой Государственный Будем так говорить Юбилей Пятисотлетие Со дня начала Великой реформации И обновления Мирового христианства У нас был собор Здесь в Киеве Посвященный Как раз именно Реформации Вот В этом году Мы продолжаем Эту тематику Эту Саму тему Реформации Я рассказываю О многих элементах Деформация Деградация Церкви И о Реформации Деградация Церкви Деформация Церкви Это Отступление Это смешание С язычеством О чем я говорил Во второй части Подробно Это многие Антихристианские Явления Которые Пришли в христианство Допустим Многобожия Это Вера Неправильная Якобы Во многих Посредниках Перед Богом Хотя Черным по белому Написано В Евангелии Что Один только Путь Истинной Жизни Это Сам Иисус Христос И больше того Сам Иисус Христос Действительно Есть Ходатай Нового Завета И В посланиях Апостольских Очень четко Говорится Что Един Бог Един Посредник Между Богом И Человеками Человек Христос Иисус Предавший Себя Для искупления Всех Знаете ли Он есть Первосвященник Не толпа Первосвященников Заходила Значит Во Святое Святых А один только Первосвященник Это Пороброс Был единого Нашего Ходатай Нового Завета Посредника Первосвященника Иисуса Христа Вот Значит И Поэтому Один За всех И все За одного Один Иисус Христос За всех Нас Пролил Свою Кровь Отдал Свою Жизнь И все Мы За одного Поэтому Слава Иисусу Христу Навике Слава Богу Святому Аминь Воистину Идолопоклонства Поэтому Если Есть Изображения Какие Допустим То Упаси Господь Нас От поклонений И почитания Этих предметов Потому что Это Есть Откровенная Вульгарная Форма Идолопоклонства Идолослужения Вульгарная Форма Есть Конечно Чего Греха Таить В Библии Говорится Не только О вульгарных Формах Таких Открытых Формах Болезней Но и О скрытых Знаете Скрытые Разносчики Болезни Инфекционных Допустим Есть Скрытые Формы Болезни С виду Вроде Здоровый Человек Откни Весь Больной А другой Сразу Видишь Идет Человек И сразу Видно Хворолюдина Видно Что больной Человек Все Ему Нужно Исцеление А другой С виду Вроде Как Здоровый Но Начнешь Общаться И понимаешь Больной Больной Человек Вообще Вот И Дело Вообще Есть Болезни Которые Внешне Вроде Как И не Видны Вот То же Самое Здесь С любым Грехом Такая Ерунда Вот Значит Если Допустим Идолопоклонство То Допустим У нас В православии В католицизме И В очень Некоторых Лишь Отдельных Элементах Протестантизма Направления Есть Вульгарные Формы Идолопоклонства То есть Почитание Изображений Крестов Почитание Значит И Это Есть Очень Конечно Опасный Прецедент Общение С бесами Откровенное Общение С бесами Но Есть Скрытые Формы Этого Недуга То есть Идолопоклонство Идолослужение Есть Скрытое Допустим Ветхом завете Если брать Ветхий завет Читать Да То Ветхом завете Рассказывается Что Вот Царь Саул Допустим Да Тот Самый Царь Который Так Хорошо Начинал Своё Правление И так Позорно Его Закончил Так Вот Что можно Сказать Он Не был Внешне Идолопоклонником Наоборот Он Уничтожил Все элементы Такого Вульгарного Идолопоклонства Но Непослушание Богу Это было Действительно Его Грехом Идолопоклонства А в Новом завете Рассказывается По новому Об этом Рассказывается Что Идолопоклонство То же самое Что Идолопоклонство Является Что Любостяжание Любостяжание То есть Маммона Когда завладевают Человеком А это Может быть Абсолютно Касательно Любой конфессии Динаминации Это не Конфессиональная Проблема Это Межконфессиональная Это зараза Которая Может уживаться Даже В самом Казалось бы Так Евангельске Вроде Мыслящем Даже Человеке Или Сообществе Евангельске Верующих Маммона Не можете Служить Богу И маммоне Говорится И Любостяжание Есть то же самое Что Идолопоклонство Идолослужение И Любостяжание Это Любовь К стяжаниям Это Когда Человек Из всего Извлекает Материальную Выгоду Он ищет Думает Что благочестие Служит Для прибытка Яркий пример Этим Особенно Повержено Священство Протестантское Православное Католическое Неважно То есть Это Такое Хроническое Заболевание Пастырей Священников Епископов Это Очень большая Проблема Поэтому Кто идет В служители Кого Бог призывает Ухо Вастро Надо держать Потому что Здесь Действительно Очень опасная Вещь Это Как бы Зона риска Самая серьезная Но Это не только Дело в служителях Церкви Не в коем разе Не подумайте так Можно сидеть На задней самой Скамейке Всю жизнь В собрании Протестантском Но быть Любостяжателем Вот Потому что Это Не Просто болезнь Каких-то отдельных Социальных Групп Или конфессий Или динаминаций Вот Вот так вот Друзья И Нужно ухо Вастро Поэтому держать Поэтому написано Убегайте Идолослужение Убегайте То есть Прилагайте усилия То есть Хочешь стать Идолопоклонником Просто-напросто Жили как все Делай как все И поступай как все Все И станешь 100% Идолопоклонником То есть Брось весла И Течение Общее Христианство Тебя вынесет К идолопоклонству 100% 100% Гарантии Хочешь быть Идолопоклонником Ничего не предпринимай Просто-напросто И Оно само собой Это все вырастет Знаете как Сорняки специально На огороде не сажают Да Значит Их специально не сажают Но они сами прут Они сами растут Вот так вот То же самое Такие злые сорняки Есть которые Сами растут Нагло Их пропалываешь Удаляешь Они опять Смотришь Растут Вот Есть такие Роды сорняков С которыми нужно Всю жизнь бороться Пока Ты на огороде Царства Божьего На своем огороде На огороде Своего разума На огороде Своего сердца Прополку делай Постоянно Здесь день-два Летом Не вышел на огород Кто знает Дачники Да Или сельские жители Допустим Вот наш Епископ Павел Он сельский житель Вот он медок прислал мне Мед прислал мне Значит там Чесночок Чеснок Чеснок у него такой Вырос С кулак Вот это да То есть он Огородник Садовод Такой уже Со стажем И опытный Слава Богу Вот И тоже Я был у него Когда в Тернополе Это в Тернопольской области В селе Вот значит Он значит Тоже говорит Вот день не выйдешь Два не выйдешь Все Сорняки Вот у них земля Очень плодородная такая Вот рожает Прям вот День это дня Рожает Значит И такая Благодатная земля Слава Богу Вот значит И Знаете Вот наша земля Земля нашего разума Нашего сердца Требует Постоянной прополки Такой Поэтому с Господом Друзья Братья и сестры На прополку На огород Не запускайте А то Если мы запустим Не дай Боже То бурьян вырастет Выше забора И будет уже Вот так вот торчать Уже будет Из нашего христианства Уже Но даже если не видно Так за забором Все равно надо Прополку делать Постоянно обязательно Прополку делать Каким образом Словом Божьим Вникать в себя И в учения Заниматься с ним постоянно Это лучшая самая Прополка Для человеческой души Молитва Молитва в духе Вот вопрос там был У романа О молитве на языках Если вы крещены Духом Святым Молитесь на языках В первой части Я как раз Говорил тоже И о покаянии И о молитве На иных языках О крещении Духом Святым Я сам крещен Духом Святым Со знамением молитвы На иных языках В 96 году Когда я вышел Из религиозной Мафиозной Коррумпированной структуры Традиционного православия То буквально Через несколько месяцев Я уже был крещен Духом Святым Со знамением молитвы На иных языках Мы молились с женой Вот И она первая приняла Это крещение Духом Святым Вот Затем уже И я уже Попросил ее молиться За меня Она Она помолилась Вот И я принял Духа Святого Именно И Как крещение Духом Святым Но это крещение Дамы и господа Братья и сестры Я вот Отвечая на вопрос В первой части У меня все-таки Зацепил вопрос Давида Брата О духовном возрастании Духовное возрастание Наше Это каждодневный труд Это каждодневное Наше пребывание В любви отца нашего В его любящих объятиях Это погружение в него И Я Значит К шабату Я Почему вспомнил про шабат Про завтрашний вечер Завтра я обычно Иду на рынок Здесь вот Рядом Метро Лисова Станция метро Лисова Там лесной рынок Да рынок Вот И там есть Рынок Этот колхозный Раньше назывался он Там можно дешево купить Бабушке привозят Всякую там Картошку Моркошку Петрушку Лучок Чесночок И прочее Я там обычно скупаюсь Как раз Вот значит И Так вот значит И в пятницу Как раз уже Они уже есть там уже Все И Хочу купить этих Соленых огурцов Значит Там Бабушка Привозит Прям банку такую Хочу взять Соленых огурцов Знаете ли Вот Почему Хорошая еще иллюстрация Завтра Если Если успею купить Завтра Если не купит до меня Никто И успею купить Значит То тогда Я поставлю сюда Эту банку И проиллюстрирую Завтра И Завтра Завтра Ждите Разъяснения Таких подробных Болей Объяснений Но Уже сейчас Скажу Чтобы вы Слюнями не исходили Чтобы вы уже Как бы уже Кое-что знали А если у вас есть огурчики Дома Откройте баночку огурцов Достаньте огурчик И поразмышляйте И помолитесь И скушайте Вот Почему я объясняю Сейчас Объясню Потому что Иисус Когда уходил Допустим Он сказал Что кто будет веровать В него И крестится Спасен будет Вот Кто не будет веровать Осужден будет А у веровавших Бог обогатит Такими дарами Будет через них Проявляться Сверхъестественно Об этом тоже было сказано У Марка Очень красиво сказано В Евангелии В завершении Самом Да И Потрясающая сцена Так вот И Кто будет веровать И крестится Многие Недобросовестные Православные Священники Я слышал это Не раз и не два И до полном Серьезе И шутка И всяко Заявляли И заявляют Такое Своим прихожанам Кто не будет веровать И креститься Вот Кто будет веровать И креститься В смысле Рукопашное кресто Рукопашное кресто Или как Крестное знамение Кресто животворящее Вот что кресто животворящее Дело Помните Иван Васильевич У меня профессию Вот значит И Обманывают Прихожан Религиозную Лапшу на уши Вешают Вот Таким образом Но это совершенно Негодное толкование Совершенно Несправедливо Другие Ближе к тексту Объясняют Протестантские Допустим Да Значит там Многие Большинство протестантских И часть Православных Объясняют так Священников Что Кто не будет веровать И креститься В смысле Крещение Водное крещение Есть даже Такая Доктрина Во многих Церквях Что даже Само крещение Оно спасительно Вот значит И как бы Печать Этого Спасения Это тоже Правильно Но Это не совсем То Дело в том Что там говорится Ну можно подразумевать Тоже и водное Крещение Конечно же Это правильно Но это лишь Одно Дело в том Что баптизо Слово Баптизо В современном Греческом языке Да Оно звучит Как именно Буквально Переводится Как Погружение В смысле Окунание Погружение Как окунание Баптизо Вот погрузился И тут же Тебя доставили Из воды Вот это баптизо Вот допустим Сейчас Тысяча Тридцатилетия Крещения Руси Украины И вот В прошлое Воскресенье Я хотел попасть Так и не попал К сожалению Не смог быть На Днепре В центре города На Днепре Там значит Было крещение Братья Пятидесятники До того Баптиста проводили Кстати крещение Тоже Вот А это братья Пятидесятники Михаил Степанович Пановочка Давал объявление Я у себя там Постил Выставлял Все тоже Но сам не смог Быть к сожалению Но записи посмотрел Записи посмотрел С превеликим удовольствием Бога прославил Вот И знаете что Это водное крещение Баптизо Или твила еврейская Твила Это все правильно Погружение Как окунание Но дело в том Что во времена Написания Нового Завета Во времена Иисуса Христа И еще Некоторые столетия После уже Иисуса Христа Уже Столетия нашей эры Баптизо Использовался В другом значении Именно Значение такое было Погружение В смысле Примывание там Оставаться там Погрузиться И остаться там Не вылезать На поверхность Оставаться там Навсегда 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 То есть Погрузиться И остаться там И пропитаться Всем тем Во что-то погрузился Пропитаться И в Библию Это слово Баптизо Попало Из Получается Да Дух Святой Использовал слово Уже употребляемое В то время Чаще всего Употребляли Древние греки И римляне Это слово Греческое Для описания Соления огурцов Баптизо Вот допустим Я был Заходил в магазин Здесь значит Низких цен Забыл как называется Там значит Малосольные огурцы Продавались в баночках И соленые Но они какие-то Немного пузырчатые Не захотел я брать такие Вот значит Домашние хочу взять У бабушки там Вот значит И Так вот И малосол Допустим Да По-своему хорош Малосольные огурцы Есть любители Малосола Но малосол Греки Не называли Баптизо А баптизо Называли Малосол Потому что В чем прелесть Малосола Что он имеет Соль на шкурке Своей Да А внутри еще Сохраняет элементы Свежести Прежнего своего Я Так вот Греки не называли Баптизо Малосол А баптизо Называли те огурцы Которые прошли Полностью Просолку Полностью И имеет соль Не просто на шкурке А имеет соль В себе Внутри себя Они внутри себя Пустили весь рассол Пропитались так Что они От своих собратьев Погрядки Отличаются всем И запахом И вкусом И цветом Всем Полностью Они полностью Пропитались Этим рассолом Там и чесночок И перчик И травка И всем этим Ароматом И хрентом И всем этим Пропитался огурец И он уже другой Он совершенно другой И по вкусу И по запаху По цвету У меня в слюнки потекли Захотелось Соленых огурчиков Слушайте Вот значит И знаете Вот хороший пример Поэтому когда будете Хрустеть соленым огурцом Скажите Баптизо И хрустните Я знаю Что Бог Хочет нас видеть Не малосольными Христианами А действительно Баптистами Настоящими Баптизо Настоящий Баптизо Полностью просолится И это процесс Всей жизни Дамы и господа Братья и сестры Это процесс Всего нашего Земного бытия Процесс Просолки Мы проходим Постоянно И чем больше Мы просаливаемся Им А он нами Пропитывается В этом еще Таинство есть Мы в него Погружаемся А он в нас Погружается Он познает нас И познал Господь своих Печать От Бога Такая тогда Уже на тебе Это не водное Крещение И документ Тебе выдали О водном Крещении Таинстве Крещения Но Печать Это совершенно Другая Можно иметь Много церковных Печатей От Всевышнего Бога Печать так и не иметь И услышать Однажды Я никогда не знал Вас Извините Товарищи Никогда не знал Вас Печать от Бога Это и познал Господь своих То есть Когда он в нас Погружается Мы в него Погружаемся А он в нас Погружается Это потрясающе То есть Мы Созданы им И каждый из нас Уникален И каждый В каждом из нас Есть элемент Искорки его Его бытия Хо Его осколочек Который Он очень любит Каждый Хо В нем Вся картина И каждый из нас Это как один мазок В этой Огромной картине Живописном Живописном полотне Его Аллилуйя Благословляю всех вас Братики Сестрички Завтра Подключайтесь Друзья Я думаю Что завтра Успею Я объявление Дам Попозже Хорошо Потому что Я не знаю Как буду успевать Здесь С приборкой С готовкой Со всем Вот Значит Но я думаю Что к 18 Часом К 6 Вечера Я думаю Успею Все приготовить Абсолютно И уже Включить эфир Вот Значит И Предварительно Давайте договоримся Так 18.00 Завтра Эра в шабат Подключайтесь Хорошо Вот Потому что я хочу еще и со своей семьей поговорить отдельно По скайпу Значит Мы Так вот Шабат Вместе Зажжем свечи Я здесь зажгу свечи Вместе Встречим Шабат Господний день И я благоставлю Я благоставлю свою семью Свою жену Своих шестерых детей Внука своего благоставлю Вот Пока у нас один внук Только пока Но Дальше Больше Слава Богу Аллилуйя Благоставляю вас Ваших детей Внуков У кого внуки Всех ваших родных И ближних Аллилуйя Роман будем ждать Да И Львов Благоставляю все ваши города Селы Откуда вы Благоставляю во имя Господне Благоставляю Благоставением священников Благоставением коэнов На русском И на еврейском языке Тоже благоставляю И еврейским Я выучил только за то Что им говорил Сам Машиах Сам Христос Аллилуйя И еврех Эхадонай Ве Ишмариха Яхар Эхадонай Панав Элеиха Виху Некха Исадонай Панав Элеиха Ве Иасел Эхадон Шалом Да Благословит тебя Господь И сохранит тебя Да Призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И Помилует тебя Да Обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Мир Бешем Иешуа Гамашиах Иешуа Машихейнум Во имя Иисуса Христа Мессии И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам Людям Которым надлежало бы нам спастись Которым мы спасены Которым спасаемся Слава Иисусу Христу На веки слава Богу Святому Аминь Из города Киева С нашей Киевской архиепископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Мир всем вам До встречи И в эфире В этом И в эфире Вечном И на земле И на небесах Аллилуйя Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok